То есть, если в христианстве людей будут сводить с ума, они будут прибегать к самоубийству, со стороны ислама, со стороны мусульман появляются в прямом смысле убийцы. Люди-убийцы, которые будут ходить и убивать. То есть, в прямом смысле. Люди появляются, которых можно потрогать. Когда они выйдут, они будут сражаться с людьми, и они будут убивать любого на своем пути. Это и есть я-аджуч и ма-аджуч. И какова мудрость, скрытая за этим? Аллаху ведомо лучше. Но они являются большим признаком приближения конца света. То есть, еще раз повторяю, что если вы встаете на пути, я-аджуч и ма-аджуч, вы убиты. Наверняка будут такие, вернее, не наверняка, а 100% их большинство, тех, кто считает, что я дурачок. Через год вы увидите, что нет, но предупреждаю вас, тем не менее, друзья, если вы на пути или видите этих людей, вы должны исчезнуть. По данным ООН, боевики активно вербуют детей. Это видео под названием «Волчата исламского государства». Вот это и есть по Корану я-аджуч и ма-аджуч, гок и ма-гок. Вы понимаете, который будут убивать. Не убежать, а прямо исчезнуть. Каким образом, уже не знаю, вы это будете делать. Потому что в противном случае вы будете убиты. В прямом смысле, физически. Бегите в горы и не становитесь презренными обезьянами. Привет всем, привет, братья и сестры. Шалом, ас-сламу алейкум и намасте. Друзья мои, в связи с тем, что происходит сегодня в мире, мы все больше и больше, те, кто знают о том, что говорит Библия по поводу гонения евреев, по поводу бедственного времени Якова. Это то, о чем мы с вами говорили в уроке «Израиль». То есть мы понимаем то, что время пришло, и пророчества сбываются на наших глазах с вами. Это опять я напоминаю, это то, о чем я сказал до всех небесных знамений. До того, как я стал толковать Библию, до того, как Отец Небесный открыл мне священное писание Библии, и стал пояснять, что означают все эти притчи, как Ветхого Завета, так Нового Завета, и также книги Откровения. И сегодняшний урок, он еще раз, очередной раз докажет то, что это так. Время последнее, бедственное время Якова началось, церковь восхищена, и, соответственно, у человечества осталось 7 лет. Это то, о чем Отец Небесный послал меня предупредить вас, как глаз у пьющего пустыни. Прежде чем мы перейдем к уроку, я хочу очередной и последний раз заострить внимание на комментаторах. Друзья мои, давайте договоримся так, что я в данный момент говорю четырем религии. Из урока в урок я что-то повторяю, потому что есть определенные плейлисты для ведов, для православных, не только для религий, а и для конфессий еще есть определенные плейлисты. Именно поэтому я повторяю из урока в урок какие-то вещи я повторяю важные, о том, кто я, о том, что в последнее время. И не повторять я не могу, потому что мусульмане не будут смотреть плейлисты для ведов. Понимаете? А веды не будут смотреть плейлисты для мусульман. Но вы мне пишите комментарии о том, какой я клоун, чудик, что по мне клиника плачет, что я из урок в урок повторяюсь, и вообще скучно, и вообще Бог от меня отвернулся. То есть, этими комментариями вы подтверждаете то, что Бог со мной говорит. Ну и потом, приведите мне один пример из Библии, где Господь Бог отвернулся от посланника, бросил посланника. Приведите мне один пример. Я вам приведу один из примеров, мы сейчас к нему вернемся. Но договорю вступление к вам, обращение к вам. Давайте договоримся. Если вы мне пишите комментарии типа «Клон, балбес, придурок, наркоман» и так далее, что вы мне пишите уже на протяжении полтора-полутора лет, без какого-то конструктивного, без каких-то предпосылок на конструктивный диалог, я буду удалять эти комментарии с сегодняшнего дня. Я удаляю эти комментарии. Объясню почему, да. Это не признак того, что я даю заднюю или что-то еще, да. Я поясню. Это мое вретище. Ваши комментарии вот эти подобные, это мое вретище. Я его прочитал и я его удаляю. Но в этом вретище не обязан ходить никто из людей, которые пытаются услышать меня. Да, услышать Господа Бога через меня. Да, а каждый ваш подобный комментарий – это сенье сомнений. А сомнения – это от сатаны. Про таких, как вы, Иисус 2000 лет назад сказал. Бог, сам Бог, вот единственный отец наш. И мы есть истинные его дети. Если бы Бог был ваш отец, вы любили бы меня тогда, потому что я от Бога исшел и пришел сюда. И я не сам от себя пришел, нет. Он послал меня. Вы не понимаете речи моей от того, от того, что не можете слово моего слышать. Вы дети дьявола, он ваш отец. И вы хотите исполнять похоть отца вашего. Он всегда был человекоубийцей, всегда. От начала и не устоял в истине. Да, то есть давайте договоримся, что с сегодняшнего дня вы мне будете писать комментарии, которые будут предполагать какой-то диалог вообще. А не просто, что я вот такой-то, такой-то и до свидания. Вот, и теперь вернемся как раз-таки к посланникам. То есть мы все знаем историю, все, кто знают. Все знают историю исхода и книги чисел с Моисеем. То есть он сначала шарахнул по скале. Вот это вот выскала в данный момент. То есть я ошибки Моисея повторять не буду. Дважды я по скале не бью. То есть весь прошлый год я бил по скале, пытаясь до вас достучаться. Кто я от кого пришел, что происходит. Да, и это вы можете видеть в плейлисте «Школа», да, как повышался градус. Опять же, плейлист «Школа» он выстроен от первого урока и по порядку вообще. Все, что «Отец небесный», вот эти пять хлебов и две рыбы, пища, которую вы не знаете, которую он через меня передает, да, это вы можете видеть, как повышался градус. Да, то есть каким я был в начале и каким меня сделали вы, да, благодаря вашим комментариям. Но, так или иначе, я начал бить, да, в какой-то момент. Но сейчас пришло то время, когда Бог сказал «Проговори». Вот я проговорил, да, то есть пойдет из вас вода или нет, это уже зависит от вас, потому что царство небесное силой берется. По поводу меня, да, вот это вот, по вашему мнению, шизофрения, она неизлечима. Поэтому смысла писать эти комментарии нет. Но вы себе роете яму тем самым. Да, и один из комментариев доброжелателя или доброжелательница, опять же, без имени, без фотографии, естественно, заключалось ровно в том, что я не Иисус. Я не Иисус. Я глаз вопиющего в пустыне, где там будет висеть этот значок, я глаз вопиющего в пустыне. Вот мое имя, вот имя мне, которое дал Господь Бог. Договорились? Договорились. Теперь давайте перейдем к уроку. Все, с чего я начну, оно все имеет смысл. И вы это поймете, как обычно, в конце. Ну, те, кто смотрит до конца, здесь уже я ничего поделать не могу. В общем, пару дней назад мой духовный брат Артем, Артем, привет тебе огромный, высылает мне видео нового канала, о котором я не знал. Канал называется Николай Усач, служение, в котором Николай говорит о том, что Израиль это стрелки на часах Божьих. И прослушавшись вчера утром, я беру свой телефон, захожу на YouTube и вижу новое видео от этого канала. То есть, прослушав это видео, появляется, благодаря этому, появляется сегодняшний урок. Итак, канал Николая Усач, служение, говорит о том, что Израиль всегда побеждал в схватках с исламом, которые были неоднократно. Да, и там в большом разрыве в количестве, да, то есть мусульман было всегда в два раза больше, оружие было всегда в два раза больше, но евреи всегда побеждали. Потому что их ведет рука Господня. Да, это так, но радоваться здесь нечему. Почему? Я вам поясню. Вот посмотрите, если мы это все переносим на наши реалии сейчас, на цифры, да, то ислам это 1,6 миллиарда человек. Да, в то время как иудеев это 13-15 миллионов. Вы понимаете масштаб, да, то есть разница с большой вообще пропастью в количестве. То есть это на 22 процента. Это несопоставимая разница. Сколько вы с вами радикалов, это одному Богу известно. То есть мы уже с вами выяснили то, что вербовка детей происходит постоянно, да, то есть в исламское государство, да, о подпольном оружии в мечетях, я думаю, вы все слышали. То есть я вас к этому готовлю с 26-го года, вы понимаете? Но в сегодняшнем уроке мы с вами об этом поговорим чуть позже. То есть радикалы, они везде. А теперь взгляните на эту таблицу, в которой вы можете видеть, что ислам по сравнению с крестьянством, ну как бы это совсем небольшая разница, в 10 процентов. А исламское государство, на эту тему вышел урок джихад, это и есть те самые яджуджи-маджуч, гок и магок, которые придут и будут убивать. Об этом я вам говорю с лета 2022 года. Я вам говорил, что эти люди будут появляться с 2023 года, и вы должны исчезнуть в тот момент, когда они начнут появляться. Вот оно и началось. На вечерней Москве вышел большой материал, что касается современного периода времени, то есть 22-23 годы, голосальные перемены в России, в новом тысячелете в России появится великий пророк. Яджуджи-маджуч, гок и магок, которые придут и будут убивать. Об этом я вам говорю с лета 2022 года. Я вам говорил, что эти люди будут появляться с 2023 года. Вот оно и началось. Да, то есть с мая, с урока Иуды, я вам пояснял духовную часть, да, то, что ведьма, сатана, вот через ведьм, да, будет управлять головами людей, будет сводить их с ума и так далее, да. А когда Отец Небесный стал открывать мне Коран, он мне пояснил, кто такие гок и магок. Вот они и начали приходить с 23-го года. И время великой скорби по Библии это одно и то же время с появлением гок и магок, яджудж и маджудж по священному писанию Коран. И об этом был урок брат на брата. Я пришел сюда предупредить о последнем времени, сказать, что и Коран, и Библия это две книги священного писания, в которых нет ни слова лжи. То есть я с этим здесь не для того, чтобы возбудить вражду между народами, а наоборот, чтобы ее ослабить. Да? То есть если мы говорим о Закернайк, провоцирует на вражду, я здесь сгладить эту ситуацию и сказать, что и Коран, и Библия это священное писание, которое не могли переписаться никем, нигде, никогда. Объясняю. Народ на народ, мусульмане на христиан. Каким образом они восстают? Почему это происходит? Это происходит благодаря, если мы берем христианство, это благодаря тому, что те, кто поклоняется иконам, многобожьи, ведьмы работают через это с головами этих людей. То есть сатана это ведьмы, которые работают с людьми, подписанными на сутану, которые молятся иконам. То есть вот так происходит. Та же самая картина в исламе. Та же люди, которых многобожие, которые ходят к каким-то там святым в исламе, да, шайтаны, маги, колдуны, чародеи, джинны, кто они там, они владеют головами этих людей. То есть сатана сейчас будет сталкивать христиан и мусульман. Вы понимаете, что будет происходить? Но это народ на народ, это не люди, потому что за каждым из нас либо ангел, либо бес. Это царство на царство воюет, а люди это просто инструменты, грубо говоря, в данный момент. Те люди, которые ходили не в те церкви, которые занимались не теми вещами, они инструменты сатаны. А те, кто читает Библию и Коран, они инструменты Господа Бога Единого. Они в войну не пойдут, но те, которые работают на сатану, как мусульмане, так христиане, да, то есть это будет замес вот такой, но еще и между собой. То есть неверующие, суть неверующие и верующие не в то, во что надо, да, они пойдут на своих, но и брат на брата, народ на народ. Потому что я говорю, что нет, нет в Библии ни одного слова лжи. А что делает Закер Найк? Он говорит, что мочить надо Библию, потому что он антихрист и есть. А также урок последнее время. Так, еще раз повторяю, это две религии, которые вошли уже везде по всему миру, в каждый город, в каждое селение, везде, 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 уже долгое время, да, вы понимаете, полторы тысячи лет, как пришел ислам в этот мир, это религия в этот мир. То есть времени он дал предостаточно, да, отказаться от Шухар, Ра, Вишну, Кришну, Будды и прочих богов. При всем моем уважении это не с целью обидеть вашу религию, нет. Да, я просто должен это сказать, потому что когда вы предстанете пред судом, вы не сможете говорить, что вы не знаете, что вас не предупредили об этом. В этом и суть. То есть один человек услышал в христианстве, вот то, что я сейчас говорю, и четыре человека, мусульманина, это проповедано по всей вселенной, и проповедано будет ее Евангелие Царствия по всей вселенной, восвидетельство всем народам, и тогда придет конец. А что касается уже каждого человека персонально, дальше начнется суд по делам. Что означает Иса придет и верующих уведет в горы и позволит нам Аллах оказаться в этом числе. То есть, другими словами, то, что означает бег в горы. Бег в горы означает ровно то, что ни в какие горы в прямом смысле вам бежать не надо. Ну, даже вот логически подумайте, да, если Иса приходит как человек на землю, вы представляете, миллиарды людей. И он один идет на Елеонскую гору. С миллиардами верующих, да, или сколько их там. Их не так много, на самом деле. Истина верующих. Вот. Поэтому, опять же, это метафора. Бежать в горы это получает знание. Это означает то, что вы помазали ваши двери, ваши косяки кровью Агнса. В этом смысл. То есть, если вы с Богом в те моменты, когда придет Ядюджи Мадюдж, все, вы сохранены, да, будет тяжело, но вы выживете. Те, кто не с Аллахом, мы с ними прощаемся. Вот, что означает бегите в горы. А когда появится Ядюджи Мадюдж, да, которые приближали к озеру и выпили его все, это то, о чем говорит Библия, да, то, что я уже говорил. Когда Иисус превратил воду в вино. То есть, вот те, кто остались водой, те, кто так и не пришли к Аллаху, они вода, они вином не стали. Вот тех-то и будут убивать. В прямом смысле убивать. Понимаете? До вас-то не дойдут, потому что у вас, ваши косяки помазаны кровью Агнса, потому что вы в горах сидите. После Ядюджи Мадюджи Алиса Мирьяму будет жить на земле на протяжении всей своей жизни. И живет на этой земле до конца своих дней, которых не случается, да, потому что таким образом Коран пытается сказать о царстве вечном. Но здесь мы понимаем, да, что ничего не могло быть переписано ни здесь, ни в каком-либо другом священном писании. Ничего-либо не могло быть изъято. Ничего не могло быть добавлено. Вы понимаете? У каждого своя истина, и это истина. Именно поэтому, когда я начал свое обращение к мусульманам, я начал говорить о том, что я пришел, да, сказать о том, что и Библия, и Коран, это все правда, да, и это два брата одной семьи, да, Бог у нас един. То же самое сейчас и с вами происходит, да, то есть обращаясь к вам. Мы одна семья, но мы были воспитаны по-разному. Понимаете? И только потому, что я бегу в горы вместе с вами, мое общение с Господом Богом началось с изучения священного писания Библия. Когда я только появился, я начал говорить, что вот это истина, все остальное не истина. Да? Дальше он мне открыл Коран. Я знаю, что сокрыто в Коране от начала времен. После чего я начал говорить, что мы, оказывается, братья, да, ислам-христиане. Все остальное это не истина. После чего он мне объяснил Тору, да, то, что я начал говорить, что все религии, все эти аврамические религии, как бы, это все истина. И в паре уроков, вышедших очень давно, в самом начале, я сказал, что индуизм это язычество. Теперь я знаю, что это не так. Именно поэтому я прошу вас понять меня в том, что я не был рожден с глазом Божьим в моей голове. Бог заговорил со мной в начале 2022 года. То есть, смотрим глазами пришедших свыше. С 26 года начнется то время, о котором я рассказываю в уроке саранча. То есть, это будет замес вообще всего. Да, помимо гладов, моров, эпидемии. Это вот все будет вместе. Яджуджимаджуч, сатана, работающий головами тех, кто посещал ведьм и гадалок. Вы понимаете? Да, то есть, не возвращаясь к вопросу Израиля, мы понимаем, что в первый день было убито там 700-800 человек. Да, при населении Израиля это 10-15 миллионов. Если мы это спроецируем на Россию, то это примерно как в один день было убито 20 тысяч человек. В один день в России убили 20 тысяч человек. Представьте себе. Представьте себе масштаб трагедии Израиля. Да, поэтому говорить, что в неравном бою Израиль победил, Израиль понес огромные потери. Несмотря на то, что войны были выиграны. Но это бедственное время Иакова, и оно началось. Итак, для того, чтобы понять, о чем я буду говорить, толкуя эти главы пророка Исаии, мы должны вспомнить то, то, что здесь я вам напомню лишь то, что как для посланника пустыня, для иудеев и христиан Израиль и Иерусалим, для мусульман Мекка, Медина, Дамаск, это не всегда подразумевается конкретная точка на карте. Это истинно верующие люди планеты Земля. Да, то есть мы понимаем, что глазами пришедших свыше, а это непосредственно то, о чем говорит пророк Исаия, мы должны это рассматривать по большей части глазами пришедших свыше, и вы сейчас это поймете. Это примерно та же самая картина, которую я вам говорил в таких уроках, как Лот Иов Великомученик. Эти уроки будут первыми ссылками в описании. То есть если вы рассматриваете, еще раз напоминаю, то есть если вы рассматриваете это просто позиции с позиции сущей земли, этих историй не могло быть. Это истории несостыковок. Там пазл не складывается вообще никак. Да, посмотрите эти два урока, прямо вот сейчас остановите, посмотрите их, и вам, наверное, будет проще понять то, о чем я вам буду говорить дальше. Давайте так договоримся. Да, но тут же не о овцах говорится, что у него и так у одного и ова семь сыновей и три дочери и у них тысячи и тысячи и тысячи и тысячи стад. Да что это, не многовато для одного-то и ова? На человеческом уровне семь, десять тысяч, семь тысяч баранов, три тысячи верблюд, ну вы оставите, семьи для двенадцати человек, вдумайте только в это. И тогда мужите простели руки свои и ввели лота к себе в дом и дверь заперли. А вот здесь очень интересно, да, еще один третий крючок, да, то есть никто не обращал внимания, что гости пришли, но взяли лота к себе в дом. Это как? Здесь в смысле черви его едят, не в прямом смысле, черви его едят. А если вы смотрите глазами духовными, вы понимаете, что ангел смотрит на себя вниз и понимает, с этой стороны уже бедного его затюкали, с этой его уже испинали, с этой его уже разрезали, с этой он там кровоточит, и вот эти вот еще подбежали по башке дубины и далее. Ну вот как бы вот такая картина. А людей, бывших при входе в дом поразили слепотою от малого до большого, так что они измучились иска вход на человеческом уровне, просто если мы берем человека, это вообще какая-то белиберда, ну бессмысл непонятная, ну представляете, во-первых, ты живешь с женой и с детьми в городе, где одни гомосексуалисты, а ты один такой не гомосексуалист, раз, странная тема, переедем на сущий с земли язык, люди приступили, их ослепили, но они не зарали, не пали в какую-то панику, да, а что здесь пишется, они измучились искать вход, они измучились искав вход в дом, то есть представьте себя, вы приходите к кому-то, да, перед вами закрывают дверь, вы стояли перед дверью, во-первых, вас делают слепым, и вы вместо того, чтобы вы начинаете мучиться искать вход, перед которым вы стоите, подумайте об этом, два, но это, опять же, это на нашем уровне человеке, и вышел лот и говорит своим детьям, в восьмом лот говорит, что у меня две дочери, которые не познали мужа, и уже в четырнадцатом, в той же главе, он говорит о том, что и вышел лот и говорил детьям своим, которые брали за себя дочерей его, у вас вопросов никаких не возникало? Одна глава, где говорится, что мужа не знали, но были замужем, я не понимаю, как вы этого не видите, вы, посещавшиеся семинарии, заканчивающие школы, те, которые на постах пасторов стоят и говорят о том, что геев надо, они не от Бога. На вас эта ответственность висит, вы понимаете? На вас, друзья, пасторы, священники и попы, к вам обращаюсь. Да, и снова здравствуйте, теперь я надеюсь, вам будет проще понять то, о чем я буду говорить в этом уроке, потому что, еще раз, эти главы, которые мы обсуждали сегодня с вами, их нужно рассматривать по большей части с глазами пришедших свыше, и вы это увидите сейчас. Вы поймете, о чем я говорю, и именно поэтому у меня вот сразу я вам задам вопрос, да, пожалуйста, напишите в ваших комментариях, это, я хочу, чтобы вы меня поняли, да, я не пытаюсь показать, какой я умный. Я еще раз говорю, что таким умным я стал полтора года назад. Раньше я видел волов и овец вместо людей и прихожан, и пасторов, и священников, и попов. Это к вопросу стал и меня. Посмотрите его, поймете, о чем я говорю, он также будет ссылкой в описании этого видео. До того, как я стал таким умным, я был обычным человеком, и я видел волов и овец здесь, да, но речь в духовной книге идет вообще не об ововцах. И отсюда мой вопрос, то есть до сегодняшнего урока, до того, как вы услышите о том, что я говорю, действительно, все видели просто реалии нашей жизни в то, о чем мы будем говорить дальше. Вот, пожалуйста, ответьте мне на вопрос. Ни у кого не возникало мысли о том, что речь здесь идет не о земле, речь здесь идет не о нашем мире. Мне просто интересно, искренне интересно. Пожалуйста, не обижайтесь, если моя подача, или то он кого-то обижает, да, я не пытаюсь быть умником. Мне искренне интересно. никто до меня не видел того, что речь здесь идет не о нашей земле, не о нашем мире. Я честно говорю еще раз, что я в горы бегу вместе с вами, и эти книги, которые мы обсуждали с вами сегодня, я их только что открыл, вот прям вот посмотрел видео и начал готовиться. До этого я не открывал этих книг Исаии. Я никогда их не читал, я читаю их вместе с вами. И Отец Небесный мне пояснил, что в них происходит, в этих главах. То есть, это еще раз очередное подтверждение того, что он говорит со мной и просит вам передать, о чем здесь идет речь. И только потому, что в начале 2022 года вышли уроки ИОВ, и ЛОТ, именно поэтому я вам их говорю посмотреть обязательно, потому что здесь ровно та же история. Здесь картины глазами пришедших свыше. Несмотря на то, что все это, конечно же, можно проецировать и глазами сущего земли. То есть, то, что и делали вы до того момента, как появился я. Именно поэтому появились проблемы с меньшинствами, проблемы с трубами. Кто-то застрял на четвертой трубе и ждет инопланетян, кто-то восхищение живых. Потому что вы до меня смотрели глазами сущих земли. Но я пришел вам сказать, что не об этом Библия говорит. И время последнее у человечества осталось семь лет. Шесть с половиной лет. Итак, то, что Израиль это стрелка на Божьих часах, это то, о чем сказал канал, который мы с вами сегодня обсуждаем. И это лишь очередное подтверждение того, что обратный отчет начался. Это время великой скорби началось для всех, для всего человечества. Но помимо Израиля у нас есть еще один очень важный факт. Это знамения в небе. Я еще раз напоминаю, которые случились в 2023 году. Редчайшие за все существование человечества коридоры лунных и солнечных затмений, которые случились в 2023 году. Это знамения в Луне и Солнце. А сближение Венеры и Юпитера, которое случилось тоже в 2023 году, это то, о чем сказал апостол Лука. Он так и сказал, когда вы увидите это, когда вы увидите небесные знамения, он сказал, восклонитесь и поднимите ваши головы, потому что близко ваше избавление. А я был постом вам об этом возвестить. Да, то есть, из чего мы должны понимать, что пришел посланник, который толкует священные писания Библии, Тора, Коран, как никто на этой земле. У нас случились знамения в небе, и у нас началось бедственное время Иакова. Друзья мои, не тратьте ваше время на непонятные комментарии. Итак, поставьте себе закладки на 43, 11, 30 и 60 главах книги пророка Исаии. Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Северу скажу, отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. Здесь я хочу обратить ваше внимание на седьмой стих, который говорит о том, что каждого, не иудеев конкретно, не кого-то еще, он говорит, каждого, да, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. То есть глазами пришедших свыше мы понимаем, что речь идет об иудеях в то время, но в наше время речь идет и о христианах в том числе. Почему? Потому что отец и сын это Иоанн 10.30, отец и сын это одно. Да, то есть у нас один Бог, он нас всех сотворил для славы его, и мы называемся именем его. Вот, поэтому я специально выстроил таким образом, да, то есть мы пойдем 43, 11, 60, 30, да, именно в таком порядке, чтобы вам было проще понять, к чему сейчас все это приведется, да, это важно. То есть в то время он обращался к аудеям, но так как дом Израилев, Израиль, как мы выяснили с вами, да, это речь о всех истинно верующих людях на планете Земля, вот, это обращение к нам, к христианам в том числе. Это еще можно смотреть глазами сущей Земли, но глава 11, тогда волк будет жить вместе с огненком и барс будет лежать вместе с козленком и теленок и молодой лев и вол будут вместе и малое дитя будет водить их и корова будет пастись с медведицею и детеныши их будут лежать вместе и лев как вол будет есть солому и младенец будет играть над норою аспида и дитя протянет руку свою на гнездо змеи не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей ибо земля будет наполнена ведением Господа как воды наполняют море да то есть в девятом речь идет о горе его и здесь я вам сразу напоминаю то о чем я сказал в начале 2022 года когда только отец небесный дотронулся до меня это горы наши вот горы вот горы вот горы сейчас пока вот он через нас да открывает нам вот в горы мы бежим сразу бежите в горы поэтому он говорит да он говорит не в начале библии две тысячи лет назад что идите в горы да начиная вот две тысячи все бежут нет он сказал когда клич услышите бегите в горы да клич бежим в горы то время я понятия не имел что пророк Исаия вообще существует да и летом 2022 года когда отец небесный стал открывать мне священный коран мы с вами выяснили что в исламе пророк Аиса возвращается как человек живет здесь семь лет и ведет народ куда в горы да то есть сегодня я вам также буду напоминать о пересечениях священных писаний в том числе да потому что ну как бы я говорю для мусульман время великой скорби и а время великой скорби это одно время по этим священным писаниям так вот в исламе когда пророк Аиса возвращается он ведет народ человечества в горы да я вам поясняю то есть мы не берем с вами рюкзаки и мешочки с едой и ни в какие горы мы не идем мы вот они горы наши духовные знания мы поднимаемся в горы да тем самым пророк Аиса уводит правоверных мусульман в горы спасает их от яджуч и маджуч от гога и магога да то есть здесь речь идет уже вот как раз таки то о чем я говорю в уроке Иуда с начала мая да с 2022 года это как раз речь идет о духовной части да чтобы вас с ума не свели вот те люди которых вы посещали ну те кто на моем канале окажется да кто ходил гадалками занимается таро считает что это просто карты и развлечения это не просто развлечения это не просто карты в 20-м году вы все это узнаете поэтому до 20-го года успейте покаяться все те кто каким-либо образом был связан с магией таро эзотерика гадания колдовство не важно что это было это все наручники сатаны то есть 26-го года он вас начнет сводить с ума потому что вы уже присосались к нему путем вот этого путем того что вы ступили на эту территорию да и вот именно поэзм а в исламе Рон та же история понимаете у них свои гадатели шаманы и так далее вот и вот пророк Аису будет в горы да в исламе в христианстве вот мы с вами бежим в горы духовные горы благодаря которым если вы покаетесь да и мы сейчас вот зайдем с вами куда мы зайдем люди остаются в порядке то есть люди будут под защитой в этом смысл то есть все что я хочу сказать это святая гора да вот она как в исламе так и в христианстве и я вас на них веду на эти горы дальше вы поймете к чему это все да то есть здесь понятно о какой горе идет речь в 9 стихе но вы же слышали о чем речь идет с 6 если нет перечитайте то есть корова будет с медведицами лев будет траву жевать дети будут аспидов брать и все будет распрекрасно то есть мы понимаем что речь это не о нашем мире никак не о нашем мире то есть дальше вы поймете там еще интереснее будет да но даже взяв вот эти стихи в рассмотрение это невозможно я не говорю о том что бог всемогущ конечно но вообразите себе эту историю вот сейчас это это не может быть в нашем мире это не речь не о нашем мире идет уже а я вам скажу и мы к этому дойдем да но я вам сразу скажу речь здесь идет уже о духовном мире о тысячелетнем царстве о котором говорит книга откровения вы понимаете это уже духовный наш мир о нем речь здесь идет вот здесь нужно понять да прыгнуть взглядом пришедшего свыше и понять что это просто невозможно в наших условиях в нашей жизни сейчас но я еще раз повторяю дальше это будет еще круче и я надеюсь что вы поймете о чем я говорю и вот именно к этим стихам у меня был вопрос выше да пожалуйста в ваших комментариях преподающие не преподающие всех у кого есть какое-то мнение по этому поводу да или кто-то мне может из комментаторов о которых вы также говорили выше возразить что я не прав скажите мне опишите мне ваше видение о чем здесь говорится вот прям 11 глава с 6 по 9 стих при тех условиях что еще раз напоминаю время великой скорби началось а это означает ровно то что у человечества осталось 7 лет после чего наступает второе пришествие Иисуса Христа теперь давайте откроем 60 главу восстань светись Иерусалим ибо пришел свет твой и слава Господня зашла над тобою ибо вот тьма покроет землю и мрак народы а над тобою воссияет Господь и слава его явится над тобою и придут народы к свету твоему и цари к восходящему над тобою сиянию да то есть эти первые стихи прекрасно подходят под время великой скорби но речь здесь идет уже о тысячелетнем царстве почему потому что возведи очи твои и посмотри вокруг все они собираются идут к тебе сыновья твои издалека идут и дочерей твоих на руках несут тогда увидишь и возрадуешься и затрепещет и расширится сердце твое потому что богатство моря обратится к тебе достояние народов придет к тебе множество верблюдов покроет тебя громадеры из Мадиама и Ефы все они из Савы придут принесут золото и ладан и возвестят славу Господа все овцы кедарские будут собраны к тебе овны невоиовские послужат тебе взойдут на алтарь мой жертвою благоугодною и я прославлю дом славы моей то есть это еще куда ни что но вообразите себе вот такую картину тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои и цари их служить тебе ибо во гневе моем я поражал тебя но в благоволении моем буду милости в тебе и будут всегда отверсты врата твои не будут затворяться ни днем ни ночью чтобы приносимо было к тебе достояние народов и приводимы были цари их ибо народ и царство которые не захотят служить тебе погибнут и такие народы совершенно истребятся слава ливана придет к тебе кипарис и певг и вместе кедр чтобы украсить место святилища моего и я прославлю подножие ног моих и придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя и падут к стопам ног твоих все презиравшие тебя и назовут тебя городом господа сионом святого израилева то есть вообразите себе сейчас в наших реалиях что радикалы пришли и пали к ногам иудеев просто вообразите себе это это я не могу себе это вообразить если вы можете напишите в ваших комментариях как вы это видите и так как мы дошли до этого момента я еще раз напоминаю что в уроке джихад я пояснил кто такие радикалы что такое исламское государство и что их ждет то есть священное писание Коран оно так говорит что эти люди попадают в ад их ждут великие вечные мучения то есть бог это не поддерживает исламское государство это не бог это террористы которые убивают людей не важно за что за территорию не за территорию здесь речь не об этом а библия об этом говорит что кто возьмется за меч тот отмечая погибнет хамас обвинил израиль в авиатаке по больнице аляхли предварительно известно израиль нанес удар американским боеприпасом мк 84 тогда говорит ему Иисус возврати меч твой в его место ибо все взявшие меч мечом погибнут да но я здесь пришел просто пояснить кто такие яджуч и маджуч в священном писании Коран все это описано я просто сказал кто это да то есть на эту тему вышли отдельные уроки яджуч и маджуч и джихад они будут ссылками в описании посмотрите их чтобы понять что Аллах говорит о людях которые взялись за оружие да вот исламское государство яджуч и маджуч племена да и по какой причине здесь речь уже идет не о нашем мире вот в котором мы сейчас живем да а о духовном вы поймете позже это будет это откроется в следующей главе которую мы будем разбирать но здесь есть вопрос в этой главе 60 глава 60 глава 8 стих кто это летят как облака и как голуби голубят им своим то есть на этот вопрос будет ответ также в главе к которой мы перейдем но прежде чем мы перейдем к следующей главе это будет 30 глава мы еще раз должны вспомнить то о чем говорится в 11 главе то есть чтобы увидели разницу да глазами сущей земли и глазами пришедшего свыше духовную картину то есть в 11 главе речь идет о тысячелетнем царстве на небесах то есть мы сразу понимаем что это не наш мир и здесь это невозможно сейчас в наших условиях в том что происходит иудеи радикалы никогда не придут с поклоном в нашем мире здесь сейчас они никогда не придут с поклоном к иудеям мы это прекрасно все понимаем то есть сейчас война это начнется цепная реакция понимаете и к 26 году ислам подсоберет сил и вот этих вот радикальных сообществ да исламское государство которое 26 начнет нападать на всю вселенную так как на неверных вот у них они это так себе это понимают потому что все кто не радикалы все кто не с ними они против них в общем такая история начнется понимаете вот да то есть здесь мы выяснили и запомнили что речь в 11 главе идет не про наш мир не про сейчас да и открываем 30 главу что говорит 30 глава но 30 глава она имеет несколько нюансов и для того чтобы вы поняли о чем здесь идет речь глазами пришедших свыше да в духовном мире вы должны вспомнить то что я вам должен напомнить о том что означает Египет в духовном смысле в глазами пришедшего свыше Египет это олицетворение магии это мы с вами выяснили с уроками Моисей 666 число зверя и продолжайте путь это три урока которые вам помогут понять что есть в духовном смысле Египет поэтому либо остановите сейчас посмотрите их и вернитесь к этому уроку чтобы понять вообще о чем говорит 30 глава чтобы увязать все это вместе либо вы посмотрите их потом поверив мне на слово что Египет это олицетворение магии колдовства фараон это сатана вы понимаете вот вот эта вся темная история об этом я также говорил кстати с уроком Содома Египет вот в общем речь здесь идет о магии и вторая сложность это то что здесь первая половина этой главы идет о настоящем времени потом он говорит о будущем времени то есть и здесь это настоящее понимается как настоящее в то время для иудеев так и настоящее для нас та же самая история с будущим да то есть как он говорит будущее как про наши дни также здесь речь идет уже о духовном мире и вы сейчас поймете вы сейчас поймете это вам просто нужно сосредоточиться и наверное как никогда внимательно попытаться услышать меня то есть Египет для иудеев это кабала да то есть ну в то время не знаю в наше время какое-то имеет где точки сопоставления иудеев евреев и Египта я не знаю если вы знаете напишите мне в ваших комментариях я вам говорю то что Отец Небесный говорит передать вам сейчас да пояснив эту главу сейчас я предлагаю опустить историю Моисея потому что понятно что они выходили из Египта в прямом смысле и у них там была своя магия но давайте это проецировать на наше время ближе к нашему времени ко времени великой скорби с того момента когда появился Иисус Христос когда иудеи приняли бар-кохбу и лжеучение кабала то что Египет в то время это когда люди приняли бар-кохбу да и начали изучать кабалу кабала не от бога она пришла от сатаны то есть от Египта она пришла да и люди там как вот самарянка да то есть мы с вами выяснили что самарянка колодец самарянки это вот в нашем в духовном понимании да то есть для рассматриваем если мы христиан историю да то есть в то время да в то время Иисус пришел к колодцу Иаку была самарянка да и он просил у нее воды в наше время я пояснил это в сороком колодец самарянки то есть речь идет о гаданиях то есть весь их род занимался магией вот этот вот колодец если вырвали туда глубокий колодец Иакова то есть вот эти люди все по иудаизму в иудаизме те кто занимается кабалой вот этот вот их колодец в котором они засели да потому что кабала была дана сатаной это не бог это лжеучение это тот который пришел во имя свое и его приняли это тот антихрист которого ждут многие библейские каналы о котором говорят многие библейские каналы я так подозреваю тот канал с которого мы сегодня начали да то есть я жду поэтому его нового урока на тему сын погибели итак горе непокорным сынам говорит Господь которые делают совещание но без меня и заключают союзы но не по духу моему чтобы прилагать грех ко греху не вопросив уст моих идут в Египет чтобы подкрепить себя силою фараона и укрыться под тенью Египта но сила фараона будет для вас стыдом и убежище под тенью Египта бесчестием потому что князья его уже в Цаане и послы его дошли до Ханеса все они будут постыжены из-за народа который бесполезен для них не будет от него ни помощи ни пользы но стыд и срам тяжести на животных идущих на юг по земле угнетения и тесноты откуда выходят львицы и львы аспиды и летучие змеи они несут на хребтах ослов богатства свои и на горбах верблюдов сокровища свои и к народу который не принесет им пользы ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна потому я сказал им сила их сидеть спокойно то есть в первых стихах он обращается к человечеству так как Израиль это истинные верующие люди мы сейчас говорим о всем человечестве не конкретно про иудеев я вам напоминаю то есть бог для нас для всех он един вот он обращается к человечеству и говорит что вы ходите одни к своим другие к другим третьи к третьим вы ходите к фараону все он говорит ходите в настоящем времени это для того времени и для нас что вы ходите к этим гадалкам но толку от этого не будет он говорит заранее что в то время он говорит что от кабалы вы ничего не получите иудеям что в наше время он говорит вы к этим гадалкам ходите они вам не то что они вам в чем-то может и помогать потому что сатана чтобы вас в наручниках держать но они больше вам бесов понакидывают да то есть когда люди ни там ни здесь эти люди с сатаной понимаете когда вы не с богом значит вы с сатаной а люди которые считают себя например христианами и начинают гадать с матроной они не зная того они с сатаной потому что священное писание библия говорит что магия и гадания и чародеи это все сатана за счет этого они могут присоединяться к живым людям кто-то через договора кто-то без и они живым людям заменяют их ангельские тела то есть жил человек со своим неразвитым телом и тут вдруг к нему присоединяется другое такое же ангельское тело только развитое разумеется человек сразу получает доступ к каким-то его способностям вот только многие кто имеют такой союз не понимают что ангелы и демоны имеют свое сознание и свой интерес способности то получите но теперь энергия которая должна доставаться вашему ангельскому телу будет уходить им а ваше собственное ангельское тело будет потихоньку тухнуть иначе говоря заплатите немалую цену вы бы по-любому получили точно такие же способности если прослить душевно хотя да о чем я говорю тут ведь нужно усилия прилагать я еще раз повторяю что мы уже все живем вопрос кто дойдет это очень важно понимать чтобы отказаться от всего в тот момент когда вы поймете что вы в иудее да что нужно было меня слушать раньше а не в огородах копаться и заниматься чем попало понимаете вы ангел хранитель вашего тела на земле вот так понимаете поэтому говорит что зря вы эту воду хлебаете дальше с 8 по 18 идет разбор полетов он говорит то что в чем проблема что вам за это будет и какой выход теперь пойди начертай это на доске у них и впиши это в книгу чтобы осталось на будущее время навсегда навеки ибо это народ мятежный дети лживые дети которые не хотят слушать закона господня которые провидящим говорят перестаньте провидеть и пророкам не пророчествуйте нам правды говорите нам лестные предсказывайте приятные сойдите с дороги уклонитесь от пути устраните от глаз наших святого Израилева посему так говорит святый Израилев так как вы отвергаете слово сие а надеетесь на обман и неправду и опираетесь на то то беззаконие это будет для вас как угрожающая падением трещина обнаружившаяся в высокой стене которой разрушение настанет внезапно в одно мгновение и он разрушит ее как сокрушают глиняный сосуд разбивая его без пощады так что в обломках его не найдется и черепка чтобы взять огня с очага или зачерпнуть воды из водоема ибо ибо так то и преследующие вас будут быстры от угрозы одного побежит тысяча от угрозы пятерых побежите так что остаток ваш будет как веха на вершине горы и как знамя на холме и потому господь медлит чтобы помиловать вас и потому еще удерживается чтобы сжалиться над вами ибо господь есть бог правды блаженны все уповающие на него то есть восемнадцатый он заканчивается тем что блаженны все не только иудеи не только мусульмане не только христиане облаженны все уповающие на него каждый уповает через инструкцию которую он дал Тора Коран Библия ведическая литература вот так то есть в христианстве это Иисус Христос да вот об этом он и говорит и вот мы и подобрались к сути к самому важному к кульминации всего урока вы сейчас увидите связь всего того о чем я говорил с самого начала народ будет жить на Сионе в Иерусалиме ты не будешь много плакать он помилует тебя по голосу вопля твоего и как только услышит его ответит тебе и даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде и учители твои уже не будут скрываться и глаза твои будут видеть учителей твоих и уши твои будут слышать слово говорящее позади тебя вот путь идите по нему если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились налево тогда вы будете считать скверною оклад идолов из серебра твоего и оклад и стуканов и золота твоего ты бросишь их как нечистоту ты скажешь им прочь отсюда и он даст дождь на семя твое которым засеешь поле и хлеб плод земли и он будет обилен и сочен стада твои в тот день будут пастись на обширных пастбищах и валы и ослы возделывающие поле будут есть корм соленый очищенный лопатою и веялом и на всякой горе высокой и на всяком холме возвышенном потекут ручьи потоки вод в день великого поражения когда упадут башни и свет луны будет как свет солнца а свет солнца будет светлее всемера как свет семи дней в тот день когда господь обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы вот имя господа идет издали горит гнев его и пламя его сильно уста его исполнены негодование и язык его как огонь поедающий и дыхание его как разлившийся поток который поднимается даже до шеи чтобы развеять народы до истощания и будет в челюстях народов узда направляющая к заблуждению а у вас будут песни как в ночь священного праздника и веселье сердца как у идущего со свирелью на гору господню к твердыне израилевой и возгремит господь величественным глазом своим и явит тяготеющую мышцу свою в сильном гневе и в пламени поедающего огня в буре и в наводнении и в каменном граде ибо от глаза господа содрогнется ассур жезлом поражаемый и всякое движение определенного ему жезла который господь направит на него будет с тимпанами и цитрами и он пойдет против него войною опустошительную ибо тафет давно уже устроен он приготовлен и для царя глубок и широк в костре его много огня и дров дуновение господа как поток серы зажжет его и здесь речь идет о той жизни о тех людях которые не вошли в число праведников которые не поднялись к господу на тысячу лет а остались на земле на 420 тысяч лет на век на окончание эпохи века калий юга вот этого неблагоприятного долгого периода где наступает тотальное уничтожение неверных да то есть об этом вы можете подробно узнать в плейлисте веды о чем я говорю чтобы понять о чем здесь идет речь именно поэтому господь бог да открыл мне сначала библию потом коран а потом и ведическую литературу да чтобы объяснить вам о небесном вот то о чем речь идет здесь да то есть мы с вами выяснили да то что в одиннадцатой главе речь идет о тысячелетнем царстве на небушке а в тридцатой он говорит о том что будет происходить с людьми которые будут вот как раз таки доживать пока мы будем тусоваться тысячи лет на небе да вот эти полуметровые люди о которых я вам объясняю в уроке о которых я вам говорю в плейлисте веды да и так же мы с вами это обсуждали в уроке рабы посмотрите его чтобы понять кто есть рабы бога и агнца описанные в книге откровения вот это и есть рабы то есть люди которые мы все живем вопрос кто дойдет то есть об этом я говорил с самого начала да то есть с уроком последний пророк мы с вами выяснили то что мы все живем в духовном мире насадили в кожу и кости укрепили костями но мы-то все живем понимаете вот те рабы будут все те кто исламское государство понимаете те кто с магией сейчас связаны те кто не вошли в число праведников они будут они вернутся на землю и будут доживать этот век калий юга самый неблагоприятный век где эти люди уже будем не мы да там полутораметровые двухметровые это будут полуметровые люди в других более каменных телах вы понимаете их век жизни не будет превышать 25 лет и они будут заниматься каннибализмом потому что не будет еды будет мало растительности и практически не будет воды вот о чем идет речь здесь то есть здесь речь идет уже он показывает пытается сказать вам о том что будет происходить с этими людьми да то есть это будет темный период это это будет жесть да то есть пока мы будем соваться тысячу лет на небе я еще раз попытаюсь объяснить пока правильники будут соваться тысячу лет на небе неправильники будут перерождаться вот это и есть озеро огненное да они будут перерождаться чиститься переплавляться Он их переплавит, как переплавляет золото. Вот та одна треть, которая не истребится, которая сейчас будет переплавляться. Вот это вот рабы Бога и Адамса. То есть те люди, которые будут в то время найдут истину, в том же когда-нибудь, полметровой будут, будет Бог, которого они будут слышать. То есть тут он показывает, что они будут его слышать еще лучше, чем мы слышим его. И те, кто уверовали, вот это и будет Израиль, Израиль, о котором он говорит. Но так же и будут те, кто и не услышит никогда. В общем, подводя итог всего этого, все, что нам нужно было сегодня увидеть и понять, это то, что 11 глава говорит о духовном мире, о праведниках. А 30 глава говорит о том, что будет происходить на земле на остаток 420 тысяч лет. Это по ведам. А веды это прародители аврамических религий, которые дополняют, не отрицают, а дополняют аврамические религии. И веды говорят, что наш мир периодически создается и периодически разрушается. Подробно об этом есть плейлист «Мировые обманы». Откуда вы узнаете, что и поток был не один, и ядерные войны были, и мы просто об этом ничего не знаем. Наш век, наша цивилизация подошла к концу. В 29-м году она сворачивается. Об этом я бы послал предупредить. После чего мы уходим на суд, а сюда заселятся уже эти полуметровые люди и будут доживать. Чиститься и славить Бога в Иерусалиме. Но в духовном они будут жить, как физические люди, я еще раз поясняю. Эти неправильники будут чиститься и жить, как физические люди, как мы сейчас с вами живем. Но в духовном мире это будут наши рабы. Вот об этом речь идет здесь. Он хочет вам об этом сказать. Понимаете, как интересно? То есть у мусульман по Корану ровно та же самая история. Пророк Аиса возвращается повторно, как человек ведет народ в горы, после чего там та же самая история, что звери, львы едят траву, дети играют с кобрами, и все прекрасно, все живут нервно и счастливо. Понимаете, ровно та же картина в исламе, посвященную писанию Корана. Только Коран говорит еще о огне, который выйдет из Йемена. То есть это то, что произойдет в 1929 году, после чего наша цивилизация, наш мир вот этот, в котором мы сейчас живем, он свернется. И будет уже создан новый мир вот для тех новых поселенцев на нем. То есть если в наше время сейчас мы говорим о пробуждении человечества, люди пробуждаются с ними, Бог заговорил, что ни день, то новые видео, с кем-то заговорил Бог, с кем-то заговорил Бог. В то время, которое будет, когда люди будут жить, они будут еще четче его слышать. Понимаете, он будет отвечать на их проблемы, вопросы сразу, то есть он об этом говорит. То есть будет другой контакт с Богом, будет еще ближе. И народ пробуждается, до кого-то достучаться надо, тогда он будет четко слышать. Там то есть вообще вопросов не будет. Бог с тобой говорит или нет, вы понимаете? Но в то же самое время уровень духовной деградации будет превышать наш в разы. Это все мы с вами подробно обсуждали в уроке Веды Индуизма. Он также будет ссылкой в описании. И те, кто его не примет, окончательно не примет, с ними он разберется. И я так понимаю, что это и будет фараолом, в лице которого будут определенные люди, которые против Бога сейчас. С ними он сам решит, что надо делать. Да, и вот теперь, возвращаясь к 60-й главе, 8-й стих, вот это и есть те люди, которые летят как облака и как голуби. Вы понимаете? То есть мы глазами духовными уже они будут слетаться. Те, кто чистились, вот они же будут чиститься. И вот тот, кто дочистился, они слетаются. Понимаете? Это глазами духовными. А глазами сущего земли у них будет та же картина. То есть вы понимаете, что будут верующие, слышащие Бога, а будут те, которые не слышат, но в какой-то момент до них Бог дотронулся, поняли, очистились. Да, они будут присоединяться к верующим. То есть вот он и будет, слет. То есть это как хорошо подходит опять же к нашим временам сейчас, что в Израиль слетаются евреи, чтобы защищать себя и своих родных. Но также это подходит к тому времени, которое будет. И скорее всего, оно больше подходит к тому времени. Но не скорее всего, а потому что речь идет как раз о том, о чем вы сейчас услышали. Речь идет не о нашем мире уже, вот в пророке Исаии. Это все духовная борьба, духовный мир. Для нас сейчас, для наших дней. Вы понимаете? Вот эти люди будут слетаться. То есть те, кто почистился, они к нам прилетают, либо они собираются в том Юрусалиме, которое будет в то время, будет в то время у них. Да, и завершая этот урок, хочу сказать следующее. То, что канал Николая Усач «Служение» говорит то, что... Ну, в посланиях к римлянам апостол Павел нам говорит, чтобы мы, язычники, не мечтали о себе. Чтобы все, без исключения, люди, которые не евреи по плоти, чтобы они не мечтали о себе, что якобы они сейчас являются чем-то, что заместило Божий народ, который Бог якобы отверг в лице Израиля. А теперь язычники, ставшие церковью, стали тем, что заменило Божий народ вместо Израиля церковью. Да, то есть это неправильно говорить то, что христиане – это язычники. Это неправильно говорить то, что я язычник, если я не был рожден иудеем. Это неправильно. Почему? Потому что, во-первых, я христианин в поколениях. Понимаете? И говорить то, что я язычник – это неправильно. Хотя, если мы берем конфессии, православие и католичество – это язычество. Это язычество. А те, кто поклоняется в духе, они не язычники. То есть это вот мольба на статуэтке, о которых он тоже говорил, что принесете все это, отречетесь от этих статуэток – это как раз 420 тысяч лет. Эти православие и католики, они вернутся в эти 420 тысяч лет. И в это время они уже не будут признавать идолов, которым они поклоняются сейчас, потому что это не Бог. Вот о чем речь идет. И говорить, что все такие – это неправильно. Потому что не все такие. Поклоняющиеся в духе и в истине – они не язычники, они христиане. Потому что христианство появилось не вчера, не сегодня, как вы понимаете. И у нас есть Библия, у нас есть Евангелие. Мы не все читаем Тору. А спасение только через Евангелие. А в теле Христовом уже нет ни язычника, ни иудея. То есть, обратная картина. Вы понимаете? Несмотря на то, что у нас есть язычники, у нас есть родноверы, у нас есть поклоняющиеся идолам, вопрошающие свой род, вот это умерших. То есть, это вообще заблуждение. То есть, по ведам, по ведической литературе, поклонение предкам, умершим – это все гуны невежества. Это все неправильно, это неверно. И все это не от Бога. Вот. Поэтому заявлять то, что мы, язычники, нет, язычество – это поклонение умершим, статуэткам, православия, католики. Вот это все язычество. Но нельзя все грести под одну гребенку. Вот о чем я пытаюсь сказать. На этом все, друзья мои. Я надеюсь, я был максимально доступен и понятен. Если вы не поняли с первого раза, пересмотрите этот урок еще раз. Если у вас появились вопросы, пожалуйста, задавайте их в ваших комментариях. Я всегда на них отвечу. Я желаю вам всем мира, милости и благословения. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья мои, спасибо за просмотр. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить ни одного видео. Также я есть на платформе Рутюб и Дзен. Делитесь моими уроками с братьями и сестрами. Пожалуйста, информируйте у людей, потому что это очень важно. Особая благодарность за ваше пожертвование. Всем тем, кто жертвует. Да благословит вас Отец Небесный. Во имя Иисуса Христа. В вашей книге уже будет эта запись, что вы сделали, а те поблагодарили Господа Бога за то, что вот кто-то сделал. Вы понимаете, вот это и есть духовный вклад. В Библии вся она об этом. Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечный обитель. За каждое добровольное пожертвование Отец Небесный благословляет. Для Бога нет ничего невозможного. Настало время объединить наши усилия в этой финальной битве Армагеддона. И я еще раз благодарю вас всех за вашу поддержку. Но факт остается фактом. Я пришел предупредить и готовить вас ко времени великой скорби. Божьих вам благословений. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok